Здравствуйте, дорогие любители ММА. Сегодня у нас UFC 250, который пройдет 6 июня в Лас-Вегасе, Соединенные Штаты Америки. Инкретно в этом выпуске у нас Шоно Майли против Эдди Уайнленда. Опять дали какого-то насъедение бойца Шоно Майли. Ведет его UFC Шоно Майли по кличке Sugar. 1-0, профессиональный рекорд, 25 лет, 180 сантиметров рост. Последний бой он провел против Жузе Альберта Куину Несек. Был, ну, нокаутировал его во втором, а точнее в первом раунде, отметки 2-0-2. Хэт-кик энд панчис в 2020 году. Пытался он по грэпплингу вроде как выступать, но так себе. Одна победа, одно поражение, одна ничья. Но правда там Гектор Ломбард борется неплохо, Гильберт Мелендес еще лучше, но с ним была ничья. Ну, зачем надо рассматривать эти грэпплингские схватки, то это у него была дисквалификация. В 2018 году последний свой бой, предпоследний свой бой он провел против Андресу Хамтата и выиграл решением. Хотя там получил травму ноги, и Андресу Хамтат сам что-то тупанул, мог бы драться в стойке, зачем-то он боролся с ним. Ну и в итоге проиграл решением Андресу Хамтата. До этого побеждал Шоно Майли Террина Уэра решением и Альферда Кашакяна. Нокаутом в первом раунде в данном Вайт Катандрес серии в 2017 году. Давайте посмотрим на его соперника Эдди Уайндленда. Эдди Уайндленд. 24-13. Производительный рекорд. 24-13-1. 35 лет, 170 см рост. Последний свой бой он выиграл у Григория Попова. Нокаутом Райт Кросс во втором раунде. Вот это да. К сожалению, Григория Попова уволили Лизю и все, хотя очень хайповый был боец. Не знаю, зачем они это сделали. Неужели не видели, что очень много людей смотрят его бои? Ну да ладно. Эдди Уайнд. До этого проигрывал Алекандро Пересу решением и Джону Дотсону решением. Выигрывал Токею Митсугаки нокаутом в первом раунде и Фрэнки Саенса нокаутом в третьем раунде. Но вы знаете, он не такой уж и плохой боец, как я думал. Но для Шона О'Майли это будет очередная проверка. Если Шона О'Майли не сможет победить Энди Уайндленда, то тогда весь его хайп, получается, будет исчерпан. А у Эдди неплохие шансы. Они есть все-таки, но я думаю, где-то на Шона О'Майли 1.4 у букмекеров. А на Эдди, соответственно, там 2.5 где-то. Давайте посмотрим. Ну что ж, 4.8 на Эдди Уайндленда и 1.2 на Шона О'Майли. Удивительно, конечно, всякое может случиться. 4.8 это прям огромный коэффициент на Эдди Уайндленда. Конечно, все топят за Шона О'Майли, за красивый бой. Но здесь не будет, мне кажется, такой легкой прогулки, как обычно, для Шона О'Майли. На этом все. Пока!